Добрый день! То, о чем здесь сейчас было сказано, агрессия, ненависть, гнев, я бы добавил, ярость, живет в нас всегда, живет в вас всегда. Мы производим это, но и становимся объектами этого. И в современную эпоху, в 21 веке, мы вдруг увидели, как люди перестали их стесняться. Когда ты идешь по улице, когда вы идете по улице, вряд ли незнакомый прохожий подойдет к вам и скажет, «Эй, парень, у тебя куртка не та. Эй, девушка, как-то ты причесалась сегодня. Ты кто? Эй!» Этого не бывает или почти не бывает? И я думаю, что большинство из вас не испытывает агрессии на улицах, но если только иногда, когда встречаешь, сами знаете кого. Но стоит нам перейти в социальные сети, это те же самые люди, с которыми вы сегодня разменулись на томпе, это те же самые люди, с которыми вы встречаетесь в студенческих аудиториях на работе, начинают писать такое, начинают говорить такое. Почему? Что произошло? Как это случилось? И вот это, на мой взгляд, главный вопрос. Можно ли от этого защититься? Потому что придя в социальные сети, мир смотрит на нас такими глазами и видит в нас таких чудовищ, и ждет от нас чудовищных поступков, что кажется, что это другой мир. Ты начинаешь изучать и понимаешь, это другой мир. Сегодня пришла новость. Посол Чехословатской республики, Чешской республики, будет уволен своим государством за твиты, которые писала его жена. Это правда. То есть, есть жена, есть друзья, есть дети, есть родители. Мы начинаем отвечать в этой зоне за то, что делают другие своей карьерой, своей дружбой, получая на себя агрессию своего государства. Я уж не говорю про людей. Почему? Что случилось? Мы с вами сейчас живем между второй и третьей цифровой революцией. И мы не заметили, как это случилось. Потому что первая цифровая революция, ну, интернет, он лишь расширял наши возможности, он не изменял нас. Что такое был интернет и что сейчас для вас интернет, ну, не говоря о социальных сетях, да? Это большой информационный справочник и это большая почта. Что нового? Был маленький справочник, он лежал у телефона. Была почта, мы бросали письма. Это стало быстрее, да? Это стало больше, да? Это стало интереснее, да? Но ничего принципиально нового не было. Это была та же самая среда, но революция. Вторая революция, второй этап революции, как хотите, развлекайтесь, как хотите. Называйте это как хотите. Это социальные сети. И вот здесь реально мы даже не заметили, что мы, если раньше жили в воде, это была одна среда, и жили по правилам воды, и дышали водой, и были жабры, то мы поднялись в воздух. Это другое поведение. Это совсем другие животные. Мы становимся другими животными. У нас там другие правила поведения. Там не плавниками надо, а крылышками надо. И мы этого не замечаем. В этом самый большой ужас. Будет еще третья революция, она уже на подходе. Это соединение дрона, беспилотника, и искусственного интеллекта. Вот когда они сомкнутся, тогда наступит настоящий ужас. Но давайте мы пока не будем думать о том ужасе, который придет. Лучше поговорим о том ужасе, который есть, и как от него защититься. Придя в социальные сети, вы раздеваетесь. Вы становитесь голым. Вы становитесь под вот этими прожекторами. И сначала вы встали, сначала вы разделись, а потом вы начинаете думать, как себя защитить от этой агрессии, которая, я сейчас скажу почему, на вас вываливается. Интересная история. Один из самых засекреченных людей в мире, директор Федерального бюро расследования, создал секретные аккаунты. В Твиттере и в Инстаграме. Он создал эти аккаунты, как он сейчас говорит, для того, чтобы общаться со своими близкими. Вы понимаете уровень секретности этого человека? Вы понимаете, что он хорошо знает, что такое секреты. Значит, у него в Инстаграме было 9 подписчиков и в Твиттере 27. Для общения, для функционирования. И вот Джеймс Коми недавно бросил одному из журналистов просто так, когда вот его стал упрекать, что он очень консервативный, он говорит, ну у меня тоже есть аккаунты, но они только вот под другим именем и для общения со своими. Как вы думаете, что случилось? Догадались? 48 часов эти аккаунты были вскрыты. 48 часов. А человек придумал, как уйти от наблюдения. Директор ФБР. Он взял имя человека умершего в 1971 году. Он построил там степень защиты, сами догадайтесь какую. Но просто журналисты, узнав о том, что у него есть аккаунты, изучили аккаунты его сына, его жены, его дочери, молодого человека его дочери, наложили и вскрыли. Я, честно говоря, тоже на него подписался, но пока он меня поставил в режим ожидания. Я вот специально посмотрел перед этим. Ну как, директор ФБР. То есть человек почувствовал и понимает, что, войдя в социальную сеть, он становится голым. Он решил надеть доспехи, таким образом создав рядом чужую личность и ограничив контакты. Поставил рядом манекен в доспехах. И вот пусть все атакуют его. Не получилось. Не работает. Слабенькая защита. Вы прекрасно знаете, что, попадая в социальные сети, вдруг какие-то люди, совершенно незнакомые, начинают вас комментировать. Он может жить в Канбере, а может в Варшаве. Он может жить в Оренбурге, а может жить на соседней лестничной клетке. Это может быть ваш товарищ по университету под другим именем. Но вы, войдя в соцсеть, вы думаете, что вы вошли в анонимность. Нет. Наоборот, вы вышли на люди. И это главная ошибка восприятия. Войдя в соцсеть, вы становитесь объектом внимания и атаки. А теперь давайте подумаем, почему атака. И что с этим делать, естественно. Атака вот почему. Потому что вся эта гадость, все это бешенство, все это ярость и неравнодушие, оно в нас было всегда. Только мы эти качества распространяли на близких людей, в семье. Вы же кричали когда-нибудь в семье на близких? Вы приходили в бешенство от того, что делают ваши близкие? Или ваши одноклассники, однокурсники? Или ваши преподаватели? Но только знакомые люди. Вас что, бесит, что делает Трамп? Вы приходите в ярость от того, что делает Путин? В негодование, да, но в ярость, но в бешенство? Эмоционально? Да нет, конечно. Даже в жизни этого не было. До появления соцсетей. Появились соцсети, вы все туда зашли, да? И вы стали голыми. И когда человек становится голым, то он больнее ощущает ветер, снег, град. Это и есть бешенство, ярость. Оно может быть даже не направлено на вас лично и на вас персонально. Может быть человек не хочет даже вас обидеть, но самое главное, это как вы воспринимаете эту историю. Это ранит вас. А человек, может быть, у него и не было желания вас обидеть. Он сказал, да ты козел. Он решил, что это не обида, это правда. А вы обиделись? Вы-то считаете, что это неправда. И вот история про то, как вы сидите на этом холме голый и думаете, защищаться или нет. Потому что человек неравнодушен. Вы неравнодушны. И вас ранят это бешенство и ярость. Потому что бешенство и ярость, агрессия это очень сильная эмоция. Даже любовь слабее. Любовь такая вот вспышка, а потом ровненько. А ярость не может быть ровненькой. А бешенство не может быть ровненькой. И самое главное, и самое важное, может быть самое важное и самое главное, можно ли это победить внутри? Можно ли защититься от этого? Что важно понять? В сети вы одни, один, одна, одна. Почему? Никто вас не защитит. Потому что это ваше восприятие, уровня ярости, уровня агрессии, уровня бешенства, это вы так понимаете. Это не то, что человек написал, это то, что вы прочитали. И когда вы это понимаете, вы понимаете, что вы одиноки. И даже когда говорят, все евреи маленькие, вы понимаете это про себя, а не про всех. Вы не думаете про премьер-министра Нитаньяху. Понимаете? Вы на себя это восприняли. Или когда говорят, не знаю, все украинцы веселые, не будем никого обижать. То же самое. Это индивидуальное восприятие. Поэтому и защищаться надо индивидуально, а не спорить. Нет, не все украинцы веселые, нет, не все евреи маленькие. Не работает это. Потому что ярость, бешенство и агрессия это вы. Это к вам и от вас. Что можно придумать? Что было уже придумано на самом деле? На мой взгляд, одним из инструментов, конечно, это один инструмент. Можно так же, как Джеймс Коми, директор ФБР, создавать манекены и надевать их в доспехи, отводить удары. Но, как показывает практика, несчастному директору ФБР, кстати, человек оказался с юмором. Когда журналисты вскрыли его аккаунт, он разместил гифку такую. Вот когда сказали, это директор ФБР. Я вот, когда спущусь со сцены, я посмотрю, может, он меня все-таки это или не это. Как получится. Будем ломать дальше. Но неважно. Так вот, что можно придумать? На мой взгляд, первый шаг, который облегчает жизнь в соцсети, это не надевать доспехи, это не нахлобучивать шлем, а это создать ложную личность, повесить дымовую завесу. Но не так, как директор Коми, потому что неэффективно. На мой взгляд, нужно брать с себя любимого и преувеличивать одну из своих частей, создавая в соцсетях свой искаженный, корректируемый вами образ. Но на моем примере, чтобы было понятно, я думаю, что многие из вас знают, кто я такой. Но если вы откроете мой Инстаграм, вы увидите, что у меня в основном там виски и девочки. Девочки и виски, даже в Таллине, даже в поездке. Это продолжается уже несколько лет. Если бы я выпил столько виски, сколько я разместил в Инстаграме, я бы перед вами не стоял, ну, лежал бы в лучшем случае. Вот, ну, если бы у меня было столько девочек, сколько я разместил в Инстаграме, я бы точно тут не был, потому что мне пришлось бы воспитывать детский сад детей. Это долгая история. Началась она. Вы понимаете, что я человек, который вызывает ярость и бешенство совершенно определенного количества людей, очень большого. И я в интернете, в соцсетях, и вы можете почитать, что меня там комментируют, как мне там пишут. Я поехал в Таллинн. Ах ты, сука, поехал к этим эстонцам, которые на нас хотят напасть. Это самое мелкое, да? Кровавая Эстония нависла над Россией. Это у меня все в комментариях, понимаете? А я поехал, значит, продавать Россию и Эстонии. Ну, если у вас есть деньги, оно, конечно. Но я не думаю. Но это правда, это самый маленький комментарий, который я получил. Обсуждение там. И когда-то, несколько лет тому назад, когда я только-только вышел в соцсети, у меня возникла мысль, надо было создавать образ, и я начал носить только клетчатые рубашки. И я понимал, что когда я что-то делаю, народ начинает обсуждать мою новую клетчатую рубашку, они обсуждают то, что мне болезненно, рубашки мне не болезненно. И это настолько так въелось в мою кожу, что когда я собираюсь куда-нибудь вынужден одеть не клетчатую рубашку, все обсуждают только, что случилось, почему он не в клетчатой рубашке. Это сознательная история. Но эта сознательная история имеет продолжение, потому что, создавая вот этот отвлекающий маневр, делая вот этот отвлекающий маневр на рубашку, я получил обратку, что называется, когда мой сын пошел в первый класс, 1 сентября в первый класс, мама, естественно, ему приготовила белую рубашку, он возмущенно сказал, «Мама, ты не знаешь, мы Венедикта выходим в клетку». И он пошел в клетке, единственный. Но это продолжает работать. Так же, как то, что касается виски и женщинами. Совсем недавно, полгода назад, на меня принесли большой донос, сами знаете, кому. Человек полистал и сказал, «Послушайте, я знаю, что Венедиктов пьяница и бабник. Вот если бы он перестал пить его с девочками, я бы, конечно, насторожился». Понимаете, да? Создание дополнительного образа, создание дополнительного образа, но который частично реально мой. Я действительно пью виски и все остальное. Но это не придуманный, как у коми образ, с другим именем. Нет, это мое имя. Я там А, В, С, Т, Алексей Алексеевич Венедиктов старший. Вот это мое имя, меня все видят. Но на самом деле, то, что я делаю здесь, сейчас, разговариваю с вами, это вторично по отношению к вискарю, который я выпью сегодня вечером, буду размещать, размещать, размещать и размещать. И тогда люди начинают пожимать плечами, им уже шутить по поводу виски девочек и клетчатой рубашки невозможно. Им уже оскорблять меня по поводу виски девочек и клетчатой рубашки невозможно. Я придумал этот образ, я его развиваю, 10 копеек. Или что, центов. Нет, там другой курс. Копеек. И мне кажется, мне кажется, да, это предложение, что если вы над этим задумаетесь, как отводить от себя ярость и бешенство и вводить вполне безобидные такие элементы, то вы себя сможете защитить или минимизировать те стрелы, которые вас летят. Вас будут атаковать по поводу виски. Ну и пусть. Вам же все равно. На самом деле. И поэтому, когда мне пишут, когда я пишу какую-нибудь там политическую сатиру, мне отвечают, опять бухал? И тут же другой человек говорит, да он виски пьет все время не просыхая. Это вместо того, чтобы меня атаковать. Я это очень легко прохожу. Понимаете? Это же внутри. Ты же сгораешь, когда тебя все время атакуют. Ты все время, как голый на скале, ты сидишь и не знаешь, что делать. Это один из инструментов. Это выбор. Можно оставаться так. Можно взять, как директор Коми. Можно взять, как я. Но мне кажется, что мой путь более эффективен, потому что эта часть правды, она просто преувеличена. Она просто отвлекающий маневр. Она просто оттягивает эти стрелы, эту ярость, это безумие. Вот Виндиктов опять в красной куртке. У него что, одна куртка. Он же от Газпрома получает много денег. А мы его видим сто раз в одной куртке. Вот пусть они там вот это обсуждают. Обсуждают и обсуждают. И я вам могу сказать честно, я живу легче. Есть примеры более удачные, чем я. Я в конце хотел бы на них обратить ваше внимание. Это две замечательные женщины, которые есть в российском обществе. Это Тина Канделаки и Ксения Собчак. Мне надо говорить, кто это? Нет. Нет. Значит, Ксения Собчак, да? Сначала гламурная блондинка, там в разных телевизионных шоу на грани приличия, дочь первого мэра Санкт-Петербурга. Потом во время революционных событий 11-12 года она была, как говорили, гиреей революции, символом сопротивления президента. И когда она поняла угрозу, и она получила столько вылитого на себя, столько вылитого на себя, что она приняла решение изменить в соцсетях, в соцсетях, оставаясь тем, кем она есть, свой образ. Она гламурная девица теперь, она рекламирует шоколадки, она только-только родила сына Платона и все время с коляской, да? Она такая замечательная мама. И я смотрю в комментариях все меньше и меньше те, кто ее атаковал, вспоминают, какая она была. Она такой и осталась. Я-то знаю, я-то общаюсь, но она отвела от себя. Она осталась, Ксения Собчак? Она отвела от себя эти стрелы. И та же Тина Канделаки. А она теперь генеральный директор спортивного канала. И только про спорт. И все. Хотя осталась с такой же, с таким же взглядом и с таким же поведением. Значит, это эффективно. И вам выбирать каждому. Может, у вас это вообще не касается. Вот есть тут люди, можно попросить, когда я плохо визуал, поднять руки, кого никогда не атаковали в соцсетях. Один, два, три, четыре. Сбросите аккаунты, я организую. И вы тогда поймете. А потому что вы не понимаете, чего я говорю. А я хочу, чтобы вы понимали. Вот вы, четыре человека, очень поймете. Я организую вам приход. Я скажу, что это мои товарищи. И сразу. Опа! Поэтому, поэтому, я хочу сказать, что это все клоунада. Это все театр. Вот про виски, про клетчатые рубашки. Это все театр, все клоунада. Поэтому, если вы становитесь клоуном среди клоунов, с красным носом на резинке, с таким, волосом не можно и так, это не обязательно. В клетчатых, разных вещах вас будет неинтересно атаковать. А ведь атаки, а ведь агрессия, а ведь ярость, она безосновательная. В соцсетях безосновательная. Люди выбрасывают свои фобии. И когда они видят человека, который как-то им кажется подставился, он стреляет в него. Поэтому давайте все будем клоунами, и нам будет жить легче. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ